Женя, ты меня слышишь? Так. Сам себе дать помощь можешь? Нет, не могу. Рухаться можешь? Не могу. Стрелять можешь? Не могу. Рухаюсь для тебя со стороны твоей правой руки. Лёд! Инструктор по тактической медицине с позывным Рокки демонстрирует способ оказания первой медицинской помощи своему товарищу в так называемой красной зоне, то есть под огнём противника. Именно эти три вопроса нужно задать раненому, чтобы оценить ситуацию и наметить дальнейшие действия. Первое правило в зоне под огнём – находиться максимально близко к земле. В данном случае моделируем ситуацию, что у него ранена левая нога. Я её подтягиваю на себя, накладываем турникет. Полностью разобрали турникет и затягиваем его максимально высоко. Следующий этап – эвакуация. Для этого инструкторы демонстрируют три способа. Сейчас демонстрируем ситуацию, когда военнослужащие эвакуируют раненого бойца, максимально понижая свой силуэт, для того, чтобы безопаснее добраться до укрытия. То есть голова и сам корпус, тело должны быть максимально низко. Когда они будут уже передвигаться, если раненый, ещё в сознании одна нога у него рабочая, он также может помогать эвакуироваться к безопасному участку. Если вес раненого превышает вес спасателя, тогда к эвакуации привлекают двух военнослужащих. Когда раненого нужно эвакуировать на дальние дистанции, используют третий способ. И его спасают три человека. По натовским курсам мы начали работать с 2014 года. Но официально внедрён этот курс был с 2015 года. Наши бойцы ездили учиться за границу. Иностранные партнёры приезжали к нам в Украину для того, чтобы учить бойцов. В ходе учений каждый участник должен пройти так называемый стресс-тест – имитацию ситуации на поле боя. Первый этап – физическая нагрузка и преодоление препятствий. По легенде, возле участника курса падает граната противника. Один из них получает осколочные ранения. Следующий этап – оказание медицинской помощи и эвакуация. Мы стараемся их максимально выбить из кайлии, из нормального окружения, спокойного для того, чтобы они поняли, что в боевых условиях может быть ещё хуже. 80% наших мобилизованных бойцов – люди, которые до этого не проходили никакую срочную службу, не проходили ни одной военной службы. На этом этапе люди из гражданской жизни и не адаптированы к таким вещам. Инструктор по боевой подготовке с позывным «Рысь» служит в войсках с 2015 года. После полномасштабного вторжения воевал на донецком направлении. Сейчас он инструктор. Ты не знаешь, откуда и что может прилететь. Быстрее это сделав, вы сохраните жизнь своего товарища, а также свою. Там выходят по ситуации, здесь мы учимся, как оно должно быть правильно, по книге. Такие ситуации чуть ли не каждый день, так как направление у нас достаточно серьёзное. Курс боевого медика длится примерно 21 день. Для военнослужащих базовую тактическую медицину преподают три дня. Юлия Биль, Вадим Дмитриев из Львовской области для телеканала Freedom.